Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева. У нас жара, время сейчас 10 утра 50 минут. Я начинаю съемку гостевого дома Александра Плюс. Мы сегодня с вами посмотрим номера категории комфорт. Там имеется свой бассейн, есть кухня, собственно, большая зона для ваших детей, а также столовая. Также в этом комплексе имеется корпус без бассейна. Если вдруг вы захотите приехать отдыхать дешевле, чем по 500 рублей с человека в номере сейчас, то можете обращаться к хозяину, номер телефона в названии, в описании, и они вам предложат еще и такие варианты. Ну а сейчас, пристегните ремни, мы начинаем наш обзор. Эта вся территория относится к гостевому дому Александра Плюс. То есть здесь вы без проблем паркуете свою машинку и не переживаете за нее. Можно еще отметить, что первый этаж без балконов, а второй и третий этаж имеют собственные балконы. Территория закрывается, если что, номера сразу напрямую, заходим во двор. Здесь довольно-таки много пространства, местами встречаются столики. И также есть вот такое вот место для ваших детей уже покататься на качельках. Но это еще не все сквозь дома. Сейчас пройдем на задний двор. Делать это очень легко. И здесь мы сразу видим лежачки, великолепный бассейнчик, то есть красота и чистота. Здесь еще есть вот такой маленький лягушатничек для деток. Также имеется ногомойка, еще лежачки, беседочка. Вот такая зона отдыха с качелью. Также там находится мангальная зона. На улице имеется туалет, душ. Здесь под навесом еще одна детская зона. Места очень много. Деткам, я думаю, понравится, чтобы они сидели только в номерах. Хотя кому какое размещение больше приятно. То есть виды, честно, очень неплохие. Приехали, все есть. Здесь видно тоже, что первый этаж у нас без балкона. Второй, третий с балкончиком. Здесь спуск на первый этаж, где находится кухня. Здесь несколько столов. Есть плита, места, где приготовить покушать. Также раковина и набор посуды. Проход мы зашли по двору и сюда вышли. Здесь имеется диванчик, чтобы посидеть. И также есть владельная доска на этаже. Сейчас мы с вами увидим двухместный номер, который в данный момент времени можно снять за 1000 рублей. С левой стороны место для хранения с зеркалом. Здесь есть дополнительное полотенце, одеяло, цеплечики. Проходим далее в номер. Имеется стол, два стула, холодильник, чайник, сплит-система, телевизор. Также прикроватная тумбочка и две отдельные кровати. Хотите их по отдельности ставите, хотите вместе, что очень удобно. Первый этаж, как я и говорил, без балкона. Здесь у нас имеется душевая зона, унитаз, раковина и зеркало. Меня вчера попросили, когда я показывал All-Inclusive, не говорить о том, что даже есть... У нас просто встречаются номера, в которых не присутствует удобство в номере. К большому сожалению, мы еще не совсем от этого отошли. И люди не спешат как бы это переделывать. Повторяю, номер за 1000. Сегодня 11 июня. Приезжайте, отдыхайте. Мы с вами поднялись на третий этаж. Здесь номер 32. И он имеет у нас наполнение тремя кроватями. То есть трехместное размещение. С правой стороны холодильник, чайная станция. Есть место для хранения зеркалом. Там имеются плитчики. Места, куда разместить ваши вещи. В принципе, достаточно. Прикроватная тумбочка, односпальная кровать и двуспальная кровать. Еще одна прикроватная тумбочка и такой столик, который можно перекатить. Также присутствует своя сплит-система и телевизор. В свой собственный санузел также есть душевая зона, унитаз, раковина и зеркало. Выходим на собственный балкон. И смотрим. Балконное пространство здесь, честно, прям большущее. Есть стол, два стула, веревочка для сушки ваших вещей. И с этой стороны вид у нас на улицу. Номер за полторы, как вы поняли. Еще один вид номера. Это четырехместный у нас. Он очень просторный. Здесь имеется четыре спальных места. У нас две односпальные кровати и две односпалки, поставленные вместе. Их, если что, можно разъединить через тумбочку. Здесь имеется сплит-система, прикатной столик, чайная станция-холодильник, место для хранения. Выглядит она вот так. В номере также имеется свой собственный санузел. Это душевая зона, унитаз, раковина и зеркало. В номере есть также свой балкон. Балкон у нас здесь с видом во двор. Мы видим всю дворовую территорию. А также видим море. Красивый панорамный вид. Но если приблизить, то он было бы лучше видно. Честно, видно отлично, друзья. Номер этот можно снять за 2000 рублей. Смотрите, какой котейка есть. Гуляет. Красавчик. Ой, говорит, иди еще гладь меня, да? Помните, у нас заявлена была еще и столовая. Находится она с этой стороны. Мы выходим. И я ее неоднократно, кстати, показывал. Про нее очень хорошие отзывы люди писали. В том числе и о ценах. По фасаду очень удобно. В этом году я показывал, как обозначены цены. Вы можете сразу подойти и увидеть на все. Ценник довольно-таки приятный. И с этой стороны тоже все цены обозначены. И что здесь хватает. Люди уже едят. Столиков много. Есть предсистема. Тут мы видим, что все стоит в холодильниках. Разнообразные вкусняшки и салаты. И закуски яйца. И также уже готовая продукция. То есть у нас здесь дверка закрывается. И никто не летает. Вас беспокоить не будет. Это тоже является большим плюсом. И давайте еще раз по ценникам. Здесь более бы понятные. Чтобы точно все разглядеть. Повторяюсь. Я вот когда снимал. Это с того вы писали. Очень хороший отзыв. Это приятно. И потом приходите еще показывать, что он относится к гостевому дому. Если вы здесь ели, тоже напишите об этом. Ну а мы с вами будем отправляться на море. Чтобы не заниматься спорами далеко или близко. Я вам хочу показать сразу. Два гис, ребятки. Который показывает 13 минут 1,2 километра. Никаких обманов до пляжа. Помимо того, что у вас есть свой бангал. Тут тоже рядышком много разнообразных шашек вычеты. Продают фрукты и овощи. Это улица Понтийская. Мы идем с вами по Жемчужной. Буквально там 100 метров. И мы уже на Горького. Ух ты. Классно. Смотрите, все подписано. Все по красоте. Можно увидеть краски, фрукты, овощи. Причем здесь продаются. Я вам благодарен всем. Тем, кто подписывает это все. А черешенка в какую цену? 250. Спасибо большое. И вот покупают тут, там по 300. Вот так вот бывает, ребята. С левой стороны мы проходим. Здесь Пандок Кавказ. Тоже, ребята, жарят вкусный шашлычок. Могу вам его советовать. Мы вышли с улицы Жемчужной. С левой стороны у нас пятерочка. Фикс прайс. Чуть-чуть дальше по улице есть красно-белое. Аптеки, кофейни. Все, что вам надо. Мы идем вот сюда дальше по этой улице. Здрасте! Здесь мы прогуливаемся вдоль Лоха Серебристого. Тут также высадили у нас каштаны и тротуарная плитка. Если пойти по той стороне, то там можно пройти через подземный пешеходный переход. Наверное, я туда перейду, потому что сегодня хочу зайти в гости к одной еще девочке. Она торгует тоже всякими вкусняшками. Какая красота. Не знаю, Васильки или кто это тут? Ну, вот так вот поноворостали. Идешь прям красиво. На Донапой тем временем загущаются тучи. Все-таки, походу, придет то, что обещано по прогнозу. Все-таки я решил не идти к девушке, чтобы не отвлекаться от прогулки на море. Потому что если пахнет ливень, потом мы будем грустеть. В общем, двигаемся здесь по прямой. Тут нас лестничка ждет впереди. Повторяется, вдруг у вас коляска или еще что-то. Советую идти с той стороны. Там пандасы есть в подземном пешеходном переходе. Ну, а девушка вот работает там. Говорит, вкуснейшая барабулька у нее. Можете к ней сбегать. Аллочки, привет, передавайте. Спускаемся по теневой зоне. Здесь у нас есть экскурсия. Лимонад, квас. И вот тот самый подземный пешеходный переход. Сегодня не буду брать квасик. Это лишь пропотея. Потому что на улице жаришка стоит прям очень сильная. Ореска так пришла к нам. Смотрите. 32,2. Попрогнозы сегодня 24. Думаешь, ну как так-то промахивается. Еще если туча пронесет, дождь не будет, будет вообще хорошо. Что-то оторвал чуть-чуть из тени градусник. Он уже 34 показывает это на солнце. Так припекает. Все, пришла жара, друзья. Дача прогноз вообще растет. Я думаю, будет давить на солнце плюс 40 и выше. Справа в стороне есть туалет. Мы подходим к территории дачи Дель Сол. С другой стороны здесь рынок продают. Разные разности. У нас, в принципе, сегодня ценники на фрукты овоща уже в видео присутствуют. Я всегда стараюсь дать максимум информации, которая вам нужна для отдыха, чтобы понимать, сколько денег с собой брать. Самое главное, что все довольны, все тихо, спокойно. И все прекрасно. Люди отдыхают. Красота, дорогие друзья. Селки на память. И фонтаны. Летняя атмосфера – это самое лучшее, что может быть. То, что вам надо показывать. Не надо даже вот по морю, когда к морю идете или с моря, дышите полной груди, чтобы наслаждаться этим воздухом. Ведь ради него вы сюда приезжаете. Мы проходим канал. Тут живут черепахи и постоянно залипают дети на них. Мне так это нравится. Я почему-то всегда показываю только вот этот проход. А здесь же еще вот второй есть. Он даже, наверное, больше по тенечку попадает. Так что выбирайте сами, как вам ходить. Сзади меня питьевой бювет, но он, к сожалению, не работает. Это тоже печально. Здесь левая сторона называется кафе на террасе. Там оно находится. Здесь огромное количество машин запарковано. И также останавливается маршрутка 128-я, 114-я. Остановка называется «Жемчужина России». Если вдруг вы хотите сюда добраться из Анапы, либо из Витязева. «Жемчужина России» – это детский оздоровительный санаторный комплекс. Огромное количество детей там отдыхает. Мы недавно были в республике Виталия. Витя-санаторий. Так что можете посмотреть, как это выглядит. Мне, честно, очень понравилось там. Здесь у нас на проходе есть аптека, мороженое, вафли, магазин есть. Продажа разнообразных вкусняшек. Тоже присутствует. Все, что ваше душе угодно. Все, что вам может понадобиться, здесь есть. Даже столовая и не одна. Если вдруг вы до своей дойти не сможете, как голодаете где-то по пути. Тоже люди присутствуют. Но поток, конечно, людей здесь самый большой, который только может быть. Экскурсий тоже очень много. Ох, на точке, которую пацаны показывают, сегодня прям аншлаг. Да и здесь, можете увидеть, все все покупают. Наши дорогие торговцы будут прям очень довольны. С правой стороны есть санузел. Также разнообразные вкусняшки продают ребята. Здесь вы можете прийти, разливаку не взять. И вот шаурма, всякие выпечки, пирожки, рыбки. Здесь есть все, что надо для вас и души. Пес устал, походу. Также есть шашечки. Ух, ух. Ароматы здесь, конечно, фантастические. Вот он, пожалуйста. И шпилинг присутствует. И в продаже всего, чего только можно. Даже и нельзя. Всегда интересно, зачем люди постоянно все это покупают. У нас просто есть такая тема, что-нибудь купить. Ты что купила, да? Работает особенно, потому что у нас в Анапу приезжает очень большое количество людей с детками. Вот это наш. Машу ручкой. Здравствуйте. Приглашай, куда? На экскурсии. Здравствуйте. На экскурсии, да. Кипарисы, озеро морские, круизы у нас. Все у нас лицензировано, все качественно. Слушай, а у тебя эти есть яхты и все остальное? Москва круиз у нас в Большом Утрише. Фелоснежная яхта с самыми парусами. Большой Утриш очень красивый лес, заповедная зона нашего города-курорта Анапа. Спасибо, Максим. Всего хорошего. Всем привет. Отдаши. И побежали дальше. Здравствуйте. Как вам отдыхается? Очень замечательно. Вчера к Артуру ходили по вашему севету. Откуда к нам приехали? Сейчас, секундочку. Челябинск. Вкусные кексики. Челябинску привет передаем. А где? Отдыхайте далеко от моря. Здравствуйте. А, да чайки. Ну, я примерно оттуда сегодня прогуливаю. Знаете, какое сегодня море уже? Пойдем. Я вам рассказываю. Нет, я сегодня прогуливаю. Да, сегодня у нас водичка прохладная, но чистая. А вам хорошего отдыха. Спасибо. До свидания. Тебе говорится, попробуйте меня догнать. Вот этих ребят мы видели, не поткались на фонтане. Так что я не самый быстрый ходунец. Здесь еще одна столовая на дюнах у нас есть. И разнообразные торговые точки. Мне вот сейчас не понравилось. Здесь камнями отсыпают наши дюны. Администрация никак не отреагировала. Далее. Здесь вместо того, чтобы идти по песку, можно пройти по настилу. Я люблю песочек. Хожу по нему большущим удовольствием. Чему я вам советую. Ради этого и приезжайте сюда. Не правда ли, друзья? Сейчас над морем висят такие страшные тучи. Такой видишь, думаешь, что что будет с этих туч сегодня? Вот смотрите, надо на пол уже походу поливает. А мы добрались до пляжки. С правой стороны здесь есть санузел. Есть бары, прыгалки. Привет-привет. Много детей у нас здесь отдыхает. Все-таки это детский санаторий. Здесь видите, какая горка такая батутная для пароката. В общем, красотища. Здесь находится бар, который вы можете также воспользоваться. Ну и, собственно, лежачками. Массажик девочка, смотрите, делает. Там аж самому захотелось на массаж. Девчонки, кто приезжает, массажистки, кто хочет потренироваться, нужна большая спина, обращайтесь. Я готов быть вашим манекеном. Итак, смотрите, цены на аренды. Людей довольно-таки много. Но мест свободных здесь, по-моему, еще больше. Так, мне сказали, что море прохладное. Сейчас будем это с вами посмотреть. Здесь я очень прошу не мусорить, потому что береговая линия очень чистая. Мусорки, вы видите, стоят. Тут имеется прокат разнообразных вещей. В общем, красота и чистота. А это наше морюшко. Правда, вот море чистое, но немножечко прохладное. Но зато красивое. Люди, видите, все равно заходят, купаются. Возле моря температура воздуха 34,3. Посмотрим на берега. Так, здесь выглядит все красиво. Лево-право. Люди здесь катаются на бананах. Точно, ну, нет, не такая уж холодная вода. Я хочу сказать, прохладнее, конечно, особенно на контрастах с 34 градусами воздуха. Ну, не так, чтобы прям совсем все очень плохо. Поэтому могу советовать вам, ребятки, срочно все на море, накупаться, наслаждаться, получить максимум удовольствия. Ведь море вас ждет и будет очень рады, если вы к нему придете. Температура 21,2 море. Море, как вам, фантастика. Бассейн по Анапске. Не знаю, что все сидят в бассейнах, ребят. Единственное, что не будьте так поздно на море, потому что от ультрафиолетового может быть некомфортно. Ну, и тем более, когда сгущается вот так туча, это тоже довольно-таки страшно. Привет, привет. Как вас зовут? Михаил. Михаил, как, отдыхается? Отлично отдыхается. Мы с Мурновской области, город Апатиты. Все нам нравится, все красиво. А дочь? Дай бог, чтобы до конца жизни. От души. Нет, это на YouTube. Днем рождения вас. Самое главное, здоровья, успехов в работе вашей. Спасибо большое. Вы большой молодец. От души. Мама тоже увидит. Да. Правда? Ой, Таня так обрадуется. Спасибо большое. В общем, самое главное, удачи, удачи, удачи. Спасибо. Все, пока. Спасибо, до свидания. Тучи страшные. Мы будем надеяться, что все будет хорошо. И нас сильно не утопит. Вот сейчас Анапу, я смотрю, заливает. Здесь же все люди отдыхают по полной программе, получают максимум удовольствия. Ведь это самое лучшее, что вообще, в принципе, происходит в мире. Море, Анапа и все, что нам надо. Красота и чистота вокруг. Море чистейшее. В принципе, для меня это вообще температура классная. Для того, чтобы вам комфортно купаться, советую просто потихонечку заходить в водичку. И тогда у вас тоже будет все получаться. При этом всем черноморские. С вами был Юрий Азаровский. И немножечко море для вас в конце. Собственно, как всегда. Ну и самое главное, ввестите пальчики, чтобы к нам не прилетали капли дождя, смерч и все остальное. Это было вообще прекрасно. Ну и про все слухи. Ребята, наводное развлечение. Если вдруг вы с вами захотите прокатиться. Ну, ребята на всем катаются. Уехал тигруля, катера, все остальное. Ну, как же смотрятся эти тучи. Фантастика просто. Особенно на Донапе. Фантастика просто. Фантастика просто. Фантастика просто.